Жизнь Антона Чехова, вторая часть. Охватен пятилетний период с 87-го по 92-й год. Рассмотрим пьесы Иванов, повести «Дуэль», «Стипь», такие рассказы, как «Скучная история», «Гусев», «Бабы», «Попрыгунья» и «Жена», «Палата номер 6». По сибирскому тракту до Сахалина, по стопам Николая Прижевальского. Как Чехов опросил 10 тысяч человек, а как Сахалин повлиял на умонастроение Чехова. Бордели Томска, Благовещенска, Гонконга. И почему изображение секса в литературе вызывало у Чехова раздражение. Поездка по Европе и превращение помещиков. Все это за пять лет. В начале 87-го года он съездил на родину. Томян Рог Чехова разочаровал. Он писал, что 60 тысяч жителей занимаются только тем, что едят, пьют, плодятся, а других интересов никаких. Куда ни явишься, всюду куличи, яйца, грудные ребята, но нигде ни газет, ни книг. Местоположение города прекрасное, во всех отношениях климат великолепный. Плодоземных тьма, но жительный инертный до чертиков. Все музыкальные, одарены фантазией и остроумием нервны чувствительно. Все это пропадает даром. Нет ни патриотов, ни дельцов, ни поэтов, ни даже приличных булочников. Антон интересовался бывшими подружками. У одной был слишком ревнивый муж, другая сбежала с актером. Влюбленную в него актрису он отверг. Пил вино с местными докторами, озабоченные тем, что превратить Таганрог в морской курорт. От грязи и всевозможных огорчений у Антона расстроился желудок и обострился геморрой, а сырой воздух спровоцировал бронхит. Вдобавок на левой ноге разболелась варикозная вена. Было выпито так много вина, что стало не до Таганрогских красавиц. Однако по дому Антон не скучал. 1 мая застрелился четвертый сын Суворина Владимир. Был ему 21 год, а так родилась тема пьесы Чайков. Чеков глубоко сочувствовал своему другу Суворину. На его сыновье стояла та же печать обреченности, что и на братьях Антона. И рассказ Володя повествует именно о самоубийстве юнош. Как мы теперь понимаем, лучшие образцы русской короткой прозы того времени появились на свет из необходимости вернуть одолженные 300 рублей благодаря материалам, накопленным в поездках по южным краям. В рассказе «Перекати поле» агент полиции, повстречавший Антона в монастыре, становится евреем выкрестом. Житв крещённый, что конь лечённый, что вор прощённый – одна цена. Есть здесь и лопнувшая струна. Герой искалечен сорвавшись в шахту Бадьёй. Чеховские неприкаянные евреи замыкают верницу лишних людей, населявших русскую литературу от Пушкина до Тургенева. Церковный рассказ «Мирянин» так глубоко поразил Чековского, что написал автору письмо. Сам Чехов жаловался другу, в Бабкина по-прежнему тараканить некого. Съел бы Яшеньку-бледушку, работа много, так что бзнуть некогда. Так вот, да, это в письмо. Осыпанный критическими упрёками, обеспокоенный долгами и участью своих братьев, Антон впал в уныние. В то время выгоднее всего было писать длинные пьесы, поскольку драматург получал 2% от сбора за каждый акт. Однако постановка пьес на императорской сцене была возможна лишь после преодоления многочисленных припом. И Чехов, правда, согласился написать пьесу. Название пьесы «Иванов» было выбрано с дальним прицелом. На спектакль, главный герой которого носит самую распространенную на тот момент фамилию, можно было заманить не менее 1% населения страны. Иванов, или Иванов, яркий интеллектуал, все 4 акта пьесы пребывает в депрессии. Еврейская девушка, на которую он женился вопреки воле её родителей, неизлечимо больна чахоткой. Иванов увлекается дочерью своих кредиторов. В финале, в припадке ненависти к самому себе, он стреляется. Специально для театра Корша Чехов задумал мелодраматическую концовки действия. Во втором действии жена застает мужа в объятиях возлюбленной. А в конце третьего муж сообщает жене о том, что её болезнь безнадёжна, а заканчивается пьеса «Смертью героя». Сначала он умирает от разрыва сердца, а потом автор вложил в его руку пистолет. Наверное, сегодняшнего зрителя больше увлекает конфликт Иванова с резонирствующим врачом, который преследует его разоблачениями и корыстными управляющим, подбивающим его на неосуществимые прожекты. Эти три центральных персонажа как бы составляют единую сложную личность. Сам Чехов представлял свою пьесу как историю развития душевной болезни. И при этом уклоняется от ответа на вопрос, кто же главный герой – подлец или жертва. Ещё более озадачил актёров под заголовок пьесы – комедия. Пьеса появилась на свет нечаянно, всего за 10 дней. Чехов остался пьесой доволен. Она у него вышла лёгкая, как пёрышко, без одной длинноты, сюжет небывалый. Так он, наверное, описывал. Постановка пьесы на сцене Театра Корша возвестила рождение Чехова драматурга. Впервые из-под его пера вышло нечто большое и серьёзное. Хотя и сам он это понимал нелишённое недостатка. Публика не скупилась на аплодисменты и вызывала автора даже по ходу пьес. Хотя финал «Смерть героя от разрыва сердца» на собственной свадьбе привёл зрителей в недоумение. Для второго представления Чехов финал, как я уже говорил, переделал. Всего в Театре Корша пьеса выдержала три представления. Холодный приём, оказанный новоиспечённому драматургу, породил в нём сложное чувство по отношению к театру. Любовь на грани ненависти. И каждая его последующая пьеса станет бомбой замедленного действия для традиционной сцены и непростым испытанием для актёров. Чем громче Чехова призывали к соблюдению условностей драматургии, чем чаще он ими пренебрегал. Провал Иванова содержит в себе защитки триумфа дяди Вани. В свои 27 лет Чехов был свободен писать то, что хочет. Так рассказ «Поцелуй», действие которого происходит в артиллерийской бригаде, вызвал восхищение военных. Герой рассказа неожиданно достаётся в темноте поцелуй от незнакомой женщины, которой ему не суждено узнать. Чехов так подробно изучил жизнь расквартированной воскресенской военной части, что читатели подумали, будто он сам прошёл военную службу. Однако настоящая сенсация произвела Каштанка. Каштанка – это первый из чеховских рассказов, который вскоре был опубликован отдельной книгой. Доходы Чехова утроились из тех пор, его большого семейства больше не знало нужды, хотя, бывало, тратили больше, чем зарабатывали. Отновременно отпала необходимость еженедельно поставлять рассказы в петербургские издания. Повесть «Степь» подрывает все устои жанра. В её основу положено путешествие мальчика Егорушки в город, на учёбу в компании дядьки, священника Христофора и возщика, а также его встречи с представителями всех слоёв общества. Ожесточённой тяжёлой жизнью хозяинами еврейского постояло двора, польской графини, мятежными и покорными мужиками. Природа, её речки, холмы, звери, насекомые настолько переполняет мальчика впечатлениями, что он заболевает не в силах сопротивляться степной стихии. Повесть по структуре симфонична, об описании степных пейзажах и прозы соотносима по настроению с частями шестой пасторальной симфонии Бетховена. И сцены у ручья и грозой. Захваченный воспоминаниями своего собственного проведённого степяк детства, Чехов в то же время равняется на такие литературные веки, как Сорочинская ярмарка Гоголя и стихотворение в прозе Тругеньева. Чеховская повесть стала первой его сочинением, которая может быть причислена к серьёзной классической прозе. Работая над степью, Антон после депрессивного Иванова пребывал в бодром настроении и сам удивлялся тому, что в его «Новые вещи» нет любовной интриги. И писал, «А я не могу без женщин», воскликнул он в письме к другу, к Хеглову. Тогда же увидели свет и две одноакновые пьесы. Драматический этюд «Колхаз» «Лебединая песня» и «Водевиль медведь», позже прозванный Чеховым «Дойной коровой» за неизменно приносимый доход. Подмечали ряд перемен в облике самого Антона. Шапка волнистых волос, загадочная улыбка, возросшая уверенность в себе. Друзья и близкие по-прежнему нуждались в показаниях, познаниях медицинских Антонов. Обследованный им Григорович решил отсрочить свой конец, уехав в Ниццу. Оттуда он присылал Чехову сюжеты для рассказа. Гаршинская проза с ее мотивами отчуждения оказала влияние на позднее чеховское творчество. Лето 88-го Чехова провели в Сумах. Собращать крестьяна к среди местных господ было не принято и к великому угорчению Антона в Сумах не оказалось бордель. Не было в доме и нужников. Антон потом жаловался, что вся моя задница искусана комарами. Чехов стал подумывать о приобретении хутера, где он мог бы писать, лечить крестьян, а для петербургских писателей строил бы климатическую станцию. Зарабатывая от 500 до 1000 рублей за повесть или пьесу, Чехов уже мог рассчитывать на покупку недвижимости. В то лето Чехов ничего не писал, хотя подумывал о романе. После публикации повести стейк Антон ничем не подкрепил писательскую репутацию. По его признанию, ему самому было стыдно за рассказ Огни. Рассказ повествует о выбившемся в люди провинциале, который возвращается в места своего детства. Местные барышни, насильно выданные замуж, тоскуют по своим возлюбленным, отправившимся на поиски счастья большой города. Герой рассказа соблазняет когда-то ему любимую девушку. Больше всего в то время Антона занимали мысли о романе, который так и не будет написан. По его обмолкам, сохранившимся в воспоминаниях, знавших его людей в письмах, мы можем предположить, что в основу сюжета должны были лечить жизнь семьи Лентарева. Возможно, именно эта идея воплотилась и в Лешем, и в рассказах, написанных осенью, когда к Антону вернулось вдохновение. С большой охотой Антон обсуждал с Угореном проблемы взаимоотношения полов. В рассказе «Припадок», написанном для сборников память Гаршина, он избрал щекотливую тему «Бордели Соболева переулка». Сюжет его достаточно прост. Это история о трех товарищах, студентах из заседателя в публичных домах. Один из них проникается мыслью о том, что проституция есть зло и начинают проповедовать на улице. Друзья отправляют его к психиатру, который убеждает студента, что болезнью страдает не общество, а он сам. «Припадок» это первый рассказ Антона, в котором ставится вопрос о том, кто же в самом деле здоров, а кто душевно болен. Про терроречивые отношения автора к затронутье темы уходят корнями в его собственный опыт. Он пишет об этом Суворену. «Говорю много о проституции, но ничего не решаю. Отчего у вас в газете ничего не пишут о проституции? Ведь она страшнейшее зло». Изображение секса в литературе вызывало у Чехова раздражение. В ответ на похвальный отзыв о том, с какой искушенностью трактует этот вопрос Заря Чехов сердино написал. «Распутных женщин я видывал и сам грешил многократно, но Золя и той даме, которая говорила вам хлоп и готова, я не верю. Распутные люди и писатели любят выдавать себя гастрономами и тонкими знатоками блуда. Они смелы, решительны, находчивы, употребляют по 33 способа, чуть ли не на лезвии ножа, но все это только на словах. На деле же употребляют кухарок и ходят в рублевые дома терпимости». Все эти термины вроде «встоячку», «всидячку» и прочее «вздор». Самый легкий способ – это постель, а остальные 33 способа трудны и лобоисполнимы только в отдельные номера или в сарае. Если Золя сам употреблял на столах, под столами, на заборах и в собачьих будках, в дирижансах или своими глазами видел, как употребляют, то верить его романам, если же он писал на основании слухов и приятельских рассказов, то поступил опрометчиво и неосторожно. Так писал Чехов. Антон читал свой рассказ «Припадок» на вечере в литературном обществе, хотя публичных чтений избегал и первую же нуту он терял голос, что был тревожным симптомом развивающегося туберкулеза. Чехов познакомился с Петром Чайковским. Эта встреча лишний раз подтвердила, что творчество Чехова лучше всего смогли оценить художники и музыканты. А в Прижевальском Чехова привлек образ одинокого странника, который, оставив семью и друзей, устремляется на край света, чтобы найти там свою смерть. Чехов чувствовал, что безусловного успеха в его пьесе «Иванов» в Петербурге иметь не будет. Столица не жаловала психологическую драму. В чеховской прозе появилось новое направление и рассказ «Припадок» стал первым в ряду обвинительных актов общества вполне в духе Льва Толстого. В последовавшем рассказе «Княгиня» фальшивая благотворительность присыщенной барыни разволачается суровым и астетичным врачом. В рассказе именины осуждаются фальши в отношении между близкими людьми, которые маскируются праздничным весельем. Конец рассказа трагичен. Героиня теряет ребенка, что окончательно лишает ее надежды на воскрешение искренности в отношении с мужем. тема, на которой фокусирует свое внимание автор, которая объединяется в три рассказа человеческая ложь и ее поведенческое выражение. Чехов прибегает к толстовским приемам. Он фиксирует психофизиологические реакции своих персонажей, а простодушному герою отводит роль пророка. Однако никто не мог предвидеть, что примерив на себя толстовство, Чехов впоследствии станет его отрицать. Независимость и жизнелюбие чеховской натуры восстали против толстовского пританства. В равной степени чеховская многозначительная недосказанность плохо увязывалась с толстовскими такими чеканными нравоучениями. Чехов подписал с Александрийским театром контракт, которым мы прочили 10% от сборов за Иванова, а также уступил театру право на шутку медведь. После переделки Иванов был дозволен постановке цензуры, однако даже сочувствующие автору имели к пьесе немало претензий. В начале 1989 состоялась петербургская премьера Иванова. Она имела огромный успех, это признали даже недоброжелатели. Непомерная тучность актера Давыдова символизировала моральный паралич за главного героя. Финал третьего действия публика встретила овации. Многие ставили пьесу Иванов в один ряд с драмами Грибоедова и Гоголя. В тот сезон пьеса прошла всего пять раз, хотя каждый спектакль был горячо воспринят публикой. Благодаря Иванову Чехов приобрел двух новых друзей. В последующем десятилетии Владимир Немирович Аданченко станет тонким интерпретатором чеховских пьес на основе МХАТ, а затем близким другом жены Антона. Иванов принес Чехову около тысячи рублей. Пьеса это пенсия, любил повторять Антон, настроение у него было мажорно. Антон уже придумал своего лешего и намеревался написать его в естественных декларациях и реку с водяными мельницами. Подписатель Достоевский ввел Чехова в расходы, купив только что вышедший его двенадцатитомник, Антон, по-видимому, прочел его впервые. И отметил, что хорошо, но очень уж длинно и нескромно, много претензий. Так он Чехов выразился в Достоевском. Чехов снова решил взяться за роман. Он писал в основу всего романа кладу я жизнь хороших людей, их лица, дела, слова, мысли, надежды. Цель моя правдиво нарисовать жизнь и, кстати, показать, насколько эта жизнь уклоняется от норм. Буду держаться той рамки, которая ближе сердцу. Рамка это абсолютная свобода человека. Однако в ближайшее время свобода не предвиделось. И Антон искал утешение в афоризмах стойка Марка Аврелия. Его книгу он обильно заметил. Был закончен первый акт Лешего. Центральный герой пьесы, которая впоследствии перерастет в дядю Ваню, врач, помещик, приходящий восторг от посаженной березки. Однако действие пока не доставало драматизма. По замыслу в пьесе должна быть выведена семья суворьев. Пожилой профессор, его вторая молодая жена, его сумасбродный сын и двое детей. В самом зачатке пьеса уже была не сценична, ибо была широка и глубока, как романы ипопеи, но Чехов упорно продолжал работать над пьесой. Настроившись на мрачный лад, Антон писал о своих мечтах зажить по-человечески. То есть когда буду иметь свой угол, свою, а не чужую жену, когда одним словом буду свободен от суеты и дрязка. В 90-м году Антон размышлял. Никогда артисты, художники не должны соединяться браком. Каждый художник, писатель, артист любит лишь свое искусство. Весь подгашен лишь им. Какая же тут может быть взаимная любовь супружеской? Также Чехов изложил и принципы современной драмы. Пусть на сцене все будет так же сложно и так же вместе с тем просто, как в жизни. Люди обедают, только обедают. А в это время плагается их счастье, разбиваются их жизни. Если вы в первом акте повесили на сцену пистолет, то в последнем он должен выстрелить. Антон дописывал мое имя и я. Самый пессимистичный, самая сильный, прежде написанных рассказом, позже переименованный в скучную историю. Рассказчик, неизлечимо больной профессор медицины, оглядывается на прожитую жизнь с горькой мудростью царя Соломона. Профессор отчужден от когда-то любимой им жены, когда-то обожавших его студентов и от воспитанницы, которая продолжает испытывать смутное влечение. Музицирование его дочери, равно как ее жених, вызывает у него отвращение. Его разочарование буквально во всем, что окружает его в жизни. Описан столь остроумно, а страх смерти столь печально, что читатель невольно прощает жестокость героя по отношению. к близким. Критика искала реальных прототипов рассказа среди светил медицины или же и остолковывая его как ответ на недавнюю толстовскую повесть смерть Ивана Ильича. Еще не достигнув 30 лет, Антон ощущал себя обреченным на смерть престарелым философом. Тема смерти проникла и в другие чеховские вещи. Переделывая для нового сборника рассказов историю несчастной подростка его первая любовь Чехов поменял название на Володю. Как и суборенский сын, вымышленный Володя убивает себя из револьвера. Показав в рассказе скучной истории разочаровавшейся жизни профессора медика, умирающего в окружении ставших ему чужим когда-то дорогих людей, Чехов открыл в своей прозе новый экзенциональный мотив на целое поколение опередив в этом Льва Толстоя. Той зимой умер от рака печени петербургский профессор Боткин, а в рассказе Чехова как раз увидели пророчества. В ту осень после скучной истории он написал лишь одну значимую вещь рассказ обывателе который впоследствии войдет первой головой в рассказ учителя словесности. История провинциального учителя решившего ради денег жениться на своей бывшей ученице имеет реальную подоплеку откровенное желание Суворина отдать за Антона свою дочь Настю. Рассказ прозвучал как зашифрованный вежливый отказ Суворину. Чехов чувствовал себя неважно жаловался в письме доктору что страдает инфлюенцией осложненной месопотамской чумой гидрофобией импотенцией и тифами всех видов. За письменным столом Антон впадал в оцепенение сам себя напоминая профессора из скучной истории. В другом письме Чехов писал помнится мне одна 19-летняя которая лечилась у меня великолепно кокетничала ногами я впервые наблюдал такое мини не раздеваясь и не задирая ног внушить вам ясное представление о красоте бедер также он критиковал интеллигенцию писал современные лучшие писатели которых я люблю служат злу и разрушают его одним из таких как Толстой говорят не употребляй женщин потому что у них белий жена противна потому что у нее пахнет изо рта жизнь это сплошное рецемерие и обман подобные писатели в России помогают дьяволу размножать слезняков и макриц которые мы называем интеллигентами вялая апатичная лениво философствующая холодная интеллигенция которая непатриотична уныла бессветна которая пинеет от одной рюмки и посещает 50 копеечный бордель которая бежит и охотно отрицает все так как для ленивого мозга легче отрицать чем утверждать так вот критиковал интеллигенцию Чехов Чехов хотел оставить свою любовницу литературу вернуться к своей жене медицине и Чехов принял решение отправиться в дальнюю поездку допуская что назад может не вернуться через Сибирь на остров Сахалин самую страшную колонию цельнокатерных Антон погрузился в юридические конспекты учебники географии карты политические статьи и стал искать подходы к сибирскому тюремному начальству страсть к биографиям географическим описаниям и книгам известный путешественник была у Антона с детства теперь же он решил последовать героическому примеру Режевальского в нем возродился врач и исследователь и не в последний раз несколько запутавшись с женщинами он решил что жизнь одинокого бродяги для него более привлекательна Чехов получил заверение в том что ему будет обеспечен доступ во все тюрьмы Сибири потом секретная телеграмма это обещание отменит Чеховские планы встретили одобрение в газетах обычно если кто-то из русских писателей и отправлялся в Сибирь то не по своей воле и с билетом в один конец добровольцев желающихся наведываться туда ради исследований до сих пор не находилось путешествия в погибельные края было сродни Данте ухождению по кругам ада и это реабилитировало Чехова в глазах либералов они надеялись что на Сахалине Чехов найдет своего идеала идеалов возможно главной причиной этой небезопасной для жизни поездки было желание заставить замолчать тех кто обвинял Чехова в равнодушии к изображаемым человеческим страданиям консерваторы же нашли в этом поездке повод для насмешки о Сибири Чехов прочел все даже запрещенные книги среди которых нашлись брошюры о политических заключенных была там и толстовская крейцерова соната гневно осуждающая и секс и сопружество запретить эту книгу было непросто потому что она нравилась Александру Третьим Чехов даже направил энергию своей любовницы Клеопатры Каратегиной в полезное русло усадив конспектировать статьи о Сибири и Сахалине в публичной библиотеке а также изложить на бумаге свой собственный опыт Клеопатра Клеопатра также снабдила его адресами своих сибирских друзей обучила сибирскому этикету именно никогда не спрашивать что привело человека в Сибирь записала даты навигации сибирских рек Клеопатра писала во всей фигуре Антона видна была такая усталость я подумала весна его жизни миновала лето не было наступила прямо осень она говорила ему знаете Антон Антонович вы очень изменились прямо до неузнаваемости на что он отвечал удивительного ничего нет за 6 лет я постарел на 20 Антон писал помышляя о грехах мною содеянных о тысяче бочек вина мною выпитых в один месяц прожитый мною в Питере я совершил столько великих и малых дел что меня в одно и то же время нужно произвести в генералы и повесить Антон продолжал студировать старинные современные атласы и мечтал о речных проходах и на составлении географического обзора будущей книги Соколин накануне отъезда Антона не было отбоя от женщин он писал а тут как нарочно каждый день все новые и новые знакомства все больше девиц да такие что если согнать их себе на дачу то получился бы привеселый и чреватый последствиями кавардак друзьям Антон обещал привезти всем манистский сигар из татуэтки обнаженных японских девушек Антон горячо защищал свою идею поездки на Сахалин он писал что после Австралии в прошлом и Каенна Сахалин это единственное место где можно изучать колонизацию из преступников Сахалин это место невыносимых страданий на какие только бывает способен человек вольный и подневольный и так Антон отправился на Сахалин пирами путешествие в пирике закончилось в предгорьях Урала снег мешался с дождем и разводил по ногам великую грязь Чехов три дня провел в Екатеринбурге решая как ехать дальше железная дорога заканчивалась в трехстах верстах в Тюмени от Томска двигаться дальше можно было лишь суши пирский тракт в те времена являл собой изрытую колеями дорогу двигаясь по которой путешественники в зависимости от сезона вынуждены было месить грязь вязать снегу или утопать клубах пыли а также пересекать на паромах бурный рейн пассажиропоток состоял из каторжных сильных ломовых извозчиков чиновников на тряских тронтасах но попасть на Дальний Восток можно было и морем однако Антон решил пойти по стопам Николая Пржевальского с чем было совсем плохо так это с пропитанием хотя на Сибирских реках Антона угощали стервить к весне в Сибири из провианта осталось лишь хлеб черемша и кирпичный чай это настой из шалфея и таракана как он писал а в Томске на улицах была непроходимая грязь и нашлась лишь одна городская бань Чехов в некотором смысле открыл туристический сезон в Центральной Сибири на праздных путешественников здесь смотрели с любопытством и оказывали особое гостеприимство полицмейстер пригласил Антона осмотреть томские бордели из которых они вернулись в 2 часа ночи впечатление о городе осталось неблагоприятных он писал Томск город скучный нетрезвый красивых женщин совсем нет бесправие азиатское замечательный город тем что в нем мрут губернатор под Красноярском унылая сибирская равнина сменилась лесистыми горами дорога сюда была мучительной отчаянная война с невылазной грязью до Иркутска он добирался еще 2 недели здесь кончался сибирский тракт и Антон выставил на продажу свою полоску в Иркутске он пробыл неделю получил в сибирском банке деньги написал подробное письмо Иркутск ему понравился совсем Европа добравшись до озера Байкал Антон жаловался нет ни мяса ни рыбы зато водка есть русский человек большая свинья если спросить почему он не ест мясо и рыбы то он оправдается отсутствием привоза путей сообщения и так далее а водка между тем даже в самых глухих деревнях и в количествах какому году Антон любовался дикими амурскими красотами и рассматривал бинокль китайские деревушки на правом берегу реки Дальний Восток лишь недавно перешедший к России от Китая показался Антону ни на что не похожей страной благодаря муссонному климату летом природа буйствовала близость к Манчжурии благотворно влияла на экономическое состояние края но главное люди чувствовали себя свободно Антон писал об этом здесь не бояться говорить громко арестовывать здесь некому и ссылать некуда либеральничий сколько влезет доносы не приняты бежавший политически свободно может проехать на пароходе до океана не боясь что его выдаст капитан опененный амуром и красиво и просторно и свободно и тепло Антон прибыл в Благовещенство здесь его поразили китайские торговцы и японские девушки бордель Благовещенска как видно из письма Антону понравился он писал когда из любопытства употребляешь японку ты начинаешь понимать Скальковского который говорят снялся на одной карточке с какой-то японской блядь комната у японки чистенькая азиатская сентиментальная уставленная мелкими вещичками ни тазов ни каучуков ни генеральских портретов постель широкая с одной небольшой подушкой стыдливость японка понимает по-своему огня она не тушит и на вопрос как по-японски называется то или другое она отвечает прямо и при этом плохо понимая русский язык указывает пальцами даже берет в руки и при этом не ломается и не жманится как русский и все это время смеется и сыплет звуком в деле выказывает мастерство изумительное так что вам кажется что вы употребляете не вы употребляете а участвуете в верховой езде высшего школы кончая японка тащит из рукава руками листок хлопчатой бумаги ловит вас за мальчика и неожиданно для вас производит обтирание причем бумага щекочет живот и все это кокетливо смеясь напевая из цз так он написал свое посещение борделевое благовечное Амур повернулся на северо-восток и взору Чехова представил новый пейзаж Сахалинской колонии в Николаевске остановиться было негде Антон перебрался на ночлег на другой берег неделю спустя пароход Байкал взяв на борт солдат устремился к острову Сахалин и наконец 11 июля Проведя в пути 81 день, Чехов прибыл в Александровск, где находилась тюремная администрация Центрального Сахалина. Сведения о Сахалине, подчеркнутые Антоном из книг и журналов, оказались малопригодными. Этот остров он теперь открывал для себя заново. Протянувшийся в длину 900 верст, Сахалин представлял собой холмистый осколок арктической тундры, поросший чахлым хвойным редколесь. Полгода температура на острове не поднималась выше нуля. В остальное время дожди чердавались с промозглыми туманами. Несколько тысяч гелеков и айно, коренного населения Сахалины, питались лишь ягодой, рыбой, дикими растениями. Российские власти нашли Сахалину лишь одно применение в качестве колонии цельнокатржных, которая наводила страх даже на закоренелых преступников. Ни один печатный источник не давал реального представления обо всех сахалинских прелестях. Непроходимых болотных туманах, дождях, холодах, несмертных полчих комаров. Местное начальство сделало вид, что о приезде Антона ничего не знало, несмотря на сообщения в газетах и полученные телеграммы. Медицинская выучка помогла Антону воспринимать увиденное без отвращения и находить общий язык и с надзирателями, и с заключенными. Антон был единственным русским человеком на острове, не имевшим никакого отношения к тюремному миру. Все население острова жило как в аду. А население это 10 тысяч острожников, 10 тысяч охранников с семьями, несколько тысяч отпущенных на волю и ссыльных, пытавшихся что-то вырастить на топких сахалинских землях. Несколько тысяч геликов и айно, тех, кого еще не выкосили занесенные из Японии и России болезни. До 1988 года ссылка на Сахалин была пожизненной. Но и два года спустя ссыльным разрешалось переселяться не дальше в Восточную Сибирь. Для Чехова в местной типографии печатали 10 тысяч анкет для опроса ссыльных и каторжных. Весь август Антон занимался переписью населения. Анкета, которую Антон распространял в ссыльных и каторжных, включала следующие вопросы. Адрес, имя, возраст, вера воспоминания, место рождения, год прибытия на Сахалин, занятия, образование, семейное положение, средства к существованию, болезнь. Таких статистических данных о Сахалине российские власти до сих пор не имели. За короткое практическое лето Антона просил 10 тысяч человек на территории свыше 50 тысяч квадратных километров. Причем перемещался он большей частью пешком и по опасным дорогам. Да и чувствовал себя в то время неважно. Лето 90-го выдалось на Сахалине на редко солнечным и теплым. И Антон не давал себе ни минуты отдых. Помимо заполнения анкет, он записывал разговоры с мужчинами, женщинами, детьми всех социальных статусов и национальностей. Он посещал крестьянские хутора, угольные рудники, лечебницы. Присутствовал при наказании плети. По возможности лечил больных. Не смог увидеть лишь смертной казнь. В России смертный приговор для убийц был отменен, но на Сахалине их отправляли на виселицу. Во Владивостоке Антон получил в полицейском управлении заграничный паспорт и послал в Петербург телеграмму. Плыву Сингапур, Чеха. Капитан появился на людях лишь однажды во время сильного шторма в Южно-Китайском море. И велел пассажирам, имевших револьверы, держать их заряженными. Поскольку умереть от пули предпочтительней, чем утонуть. В то время, как Сахалин для Чехова был воплощением колониального зла, Гонконг произвел совсем иное впечатление. Пароход простоял в порту около четырех суток. Антон писал об этом. Бухта чудная, движение на море такое, какое я не видел даже на картинках. Прекрасные дороги, конки, железная дорога на гору, музей, ботанические сады. Куда ни взгляни, всюду видишь самую нежную заботливость англичан о своих служащих. Есть даже клуб для матросов. Возмущался Антон, слушай, как мои спутники россияне бронили англичан за эксплуатацию народа. Я думал, да, англичане эксплуатируют китайцев, хипоев, индусов. Но зато дают им дороги, водопроводы, музеи христианства. Вы тоже эксплуатируете, но что вы даете? Похороны в открытом море послужили толчком к созданию рассказа «Гусев». Первые вещи, написанные Чеховым за истекший год и повествующие о холодном, безразличии природы к человеческой смерти. Этот рассказ объединил угрюмую философию скучной истории с чутким восприятием природы в повести «Степь». И положил начало чеховской прозе после сахалинского периода. Рассказ подписан Коломбо, по месту, где был задуман. Другие вещи пришлись Антону более по вкусу. Он писал, что я по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. «Когда у меня будут дети, то я им скажу не без гордости. Вы, сукины сыны, в мое время я имел сношение в черноглазой индусской, где? В кокосовой плантации в лунную ночь». Этими достижениями Антон хвастался перед петербургскими друзьями. Позже он говорил, что прелесть, так это цветные женщины. В конце ноября пароход проходит Суэцкий канал, а 2 декабря пришвартовался в Одессе. Вернувшись, страдая от перемены климата и жалуясь друзьям на простуду, запор, геморрой и даже на импотенцию, Антон безвылазно сидел дома и писал письма и признался о том, что разочаровался в человечестве. Целый месяц Антон был настолько болен, что не выходил из дома. По ночам Антона беспокоили перебои сердца, кашель. Днем же не давал сидеть за столом обострившийся геморрой. Сахалин заметно повлиял на умонастроение Чехова. Как покажет его последующая проза, он утратил уважение к власти и к сильным личностям. Если к Суворину Антон по-прежнему испытывал симпатию, то его газета стала вызывать у него презрение. Сахалин редко упоминается в прозе Чехова, однако полученные на острове впечатления воплотились в его полном недоверии к официальной идеологии и в предпочтении непорочной природы порочному человечеству. Эти мысли позже будут вложены в уста его литературного персонажа. Хорош божий свет, одно только нехорошо мы. Рассказ Гуси вызвал общее одобрение. В его герое, погибшем от туберкулеза и брошенном море, левые увидели жертву безжалостной системы, а правые – христианское непротивление судьбе. Став свидетелем смерти солдата на борту парохода «Петербург», мог ли Антон не задумываться о собственном неизбежном конце? Он пометил в записной книжке «И беда, что смерти – обекновенная вещь». В Петербурге Чехов взялся за книгу о Сахалине. Он задумывал сделать ее строгой, беспристрастной, опубликовать целиком, дабы усилить ее воздействие на читателя. Начал писать повесть «Дуэль», которая чуть не растянулась в роман. Еще решил, что пришло время принять поездку по Европе. И в марте сел на экспресс Петербург-Вена. В Вене его поразила открытость людского общения. В Москве откровенный разговор на улице с незнакомым человеком вполне мог привлечь внимание тайной полиции. Чехов писал домашним. Странно, что здесь можно все читать и говорить о чем хочешь. Венеция вызвала у Чехова прилив энтузиазма. От усыпальницы Кановы и дома Дездемона он пришел в восторг. Он признался русскому человеку, бедному и приниженному, здесь в мире красоты, богатства и свободы нетрудно сойти с ума. Когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество. В Риме Антон, по собственному признанию, замучился, бегая по музеям и церквам. Как потом вспоминал Суворин, Чехов сразу же узнал у швейцара в гостинице адрес лучшего римского борделя. Были в Неаполе, Ницце, осматривали Помпеи. Кладбище за границей его везде интересовали. И кладбище, и цирк с его клоунами, в которых он видел настоящих комиков. Антон открыл для себя Монте-Карло. Несколько дней подряд ездил туда на поезде играть в рулетку. За два дня Антон спустил 800 франков. В Париже пасхальную заутреннюю слушал в посольской церкви. Первомайские волнения в Париже дали Чехову новую пищу для размышления. Он попал в толпу бунтующих рабочих и получил по спине от парижского полицейского. А несколько дней спустя он сидел на галерее французского парламента, слушая, как от министра внутренних дел требует объяснение по поводу смертных случаев при подавлении беспорядков. Париж, как и Сахалин, помог Чехову укрепить политическое самосознание. Лето 1991-го Чехов провел в Багимове. Это сейчас село в Калужской области. Антон установил для себя жесткий трудовой ритм. Вставал он в 5 утра, варил кофе, работал до 11. Затем дачники гуляли, обедали, ходили по гребу, ловили рыбу и отдыхали. Антон снова садился за стол в 3 часа и работал до темна, до 9 вечера. Когда наступало время ужина, карточных игр, шарат, споров у костра и визитов к соседям. С понедельника по среду он работал над книгой о Сахалине, четверга по субботу над повестью «Дуэль», а по воскресенье писал, как ради куска хлеба. Так появился на свет рассказ Бабы. В нем две женщины на постоялом дворец с негодованием выслушивают историю заезжего горожанина о том, как он довел до смерти жену-соседа. В результате отмщения Антона Левитану нашел выход в напечатанном рассказе по прыгуньям. Оставляя на сон не более 3 часов, Антон придерживался этого изнуряющего распорядка в течение всего лета. Невзирая на недомогание, зубной боль, расстройство желудка, кашель. В Чехове сластолюбие сочеталось с пуританством весьма причудливым образом. Он ценил женскую сексуальность, но опасался близости с женщиной, если это грозило ущемлением его свободы или отвлекало от занятия литературой. Повесть «Дуэль» в большей степени следует традиции русского романа, чем вся предыдущая чеховская проза. Ее герои, один из них носит славянскую фамилию Лаевский, а другой немецкую фон Хорен является представителями конфликтующих мировоззрений пассивного славянского и маниакального немецкого. И герои дерутся на дуэли. Новизна в повести состоит в том, что Чехов не сочувствует ни тем, ни другим убеждениям, хотя своих героев он любит. Повесть начинается и заканчивается сценами у моря. И слова героев заглушает шум волн. Лаевский приезжает на Черноморское побережье с чужой женой. Узнав, что в Петербурге умер ее муж и понимая, что теперь она будет вынуждена на ней жениться, он пытается сврать деньги для тайного победы. Фон Корен, морской зоолог, приезжает в тот же самый город, чтобы подготовиться к экспедиции. Пытаясь оправдать моральную трусость, Лаевский в пародийном ключе развивает толстовскую идею о порочности и никчемности женского племени. Фон Корен убежден, что в интересах цивилизации следует помочь природе в уничтожении хилых и негодных. В подтверждении своих научных взглядов он собирается убить Лаевского на дуэли. Кульминация повести столь же традиционна, как ее конфликт. Невенчанная жена Лаевского сломлена и физически, и морально. Тот же Лаевский, узнав, что она уступила домогательству полицейского пристава, переживает глубокое потрясение. Выстрелы, прозвучавшие на дуэли, преображают героев. Лаевский и его жена начинают новую жизнь, а фон Корен освобождается от непримиримости, признавая, что никто не знает настоящий прав. Оптимистический конец повести не вполне убедительный, а она слишком привязана к модным для того времени идеям, аскетизму Толстого и борьбе за существование Дарвина. При этом два главных героя повести являются собой две авторские гипостаси, вступающие между собой в конфликт на фоне равнодушной природы. В последующих чеховских произведениях этот конфликт будет развиваться без вмешательства автора. Читатель должен сам убедиться в том, что любая идеология празднословна и неубедительна. Репутация Чехова как самого крупного современного писателя рассказчика теперь укрепилась окончательно. В письме к Сугоину осенью 91-го он признался «Ничего так не люблю как личную свободу». Желание быть свободным от вынужденного соседства превратило в навязчив идею мечту о собственном поместье. Тем временем у него собралась приличная сумма не только за дуэль но и за переиздание сборников рассказов и за театральные постановки. К тому же Суворин всегда был готов заплатить аванс или просто судить деньги. Чехов был в состоянии внести за имение 5000 рублей и затем заложить его за большую сумму. Он наивно полагал что жить на земле своим хозяйством будет дешевле чем снимать квартиру в Москве. Чехов искал забвения в самоотверженной работе в пользу сахалинских мучеников. 91 год в России был неурожай и Антон начал активную кампанию помощи голодающим. Он написал рассказ «Жена». Его герой вопреки сопротивлению ненавидящей его жены решает посвятить себя помощи голодающим. Чехов предложил рассказ «Северный вестник» и к удивлению автора и редактора цензор не изменил в нем ни слова несмотря на политическую недопустимую тему массового голода. «Жена» довольно слабый рассказ как всей чеховской истории повествующей конфликты идейного врача с беспринципной женщиной и о том, что фиксация наличностных страданий плохо увязывается с альтруизмом. Однако в борьбе с голодом он принес больше пользы, чем любые воззвания. А чеховский доход вырос до тысячи рублей в месяц. Прибыв в Мелехово в марте 92-го его новый владелец чехов почувствовал себя римским диктатором Цинцинната, который две с лишним тысячи лет назад удалился из вечного города, чтобы возделывать землю. Антон не раз приходил в ужас от им самим же содеянного. Чеховам надо было торопиться со вспашкой, севом. Пришлось покупать, брать займы, выпрашивать сено, солому, семена, аграрные инструментарии, лошадей, птицу. Долги множились. Антон закупал книги по сельскому хозяйству, садоводству, ветеринарному делу. Несмотря на крестьянское происхождение, чеховы потешали крестьян и соседей своими аграрными опытами. Когда герои чеховских рассказов, городские жители переселяются в деревню, начинают пахать и сеять, награду им чаще всего достается ненависть окружающих их крестьян. Посвящение же Антона в помещике прошло более благополучно. Он позволил крестьянам перегонять по своей земле скотт и даже перенес для этой цели аграду. Впрочем, те не сразу расположились к новому барину. Оставленную без присмотра чеховскую кобылу они подменили задохлым мерином похожей масти. И только когда Антон открыл бесплатный медицинский пункт, стал посещать лежащих больных и разрешил крестьянам косить своем лесу сено, доверие к нему укрепилось. Антон занялся закладкой сада. Написал рассказ Попрыгунья, о котором заговорила вся Москва. Героина рассказика, замужняя женщина, заводит роман с распутным художником, сильно смахивающим на левитана. Мужа Попрыгуньи, праведного доктора с чертами доктора Кувшинникова и в чем-то доктора Чехова, сложившая ситуация доводит до гибели. Из-за рассказа Ленский прервал знакомство со всеми Чеховами на 8 лет. Левитан хотел драться с Чеховом на Деле, однако ограничился тем, что отдалился на него на 3 года. Лика оскорбилась не меньше, чем Кувшинникова и Левитан, но поскольку была влюблена в Антона, повела себя в удрении его. Она писала Чехову, какой вы дикий человек, Антон Павлович. Я не обижалась и вообще никогда не обижаюсь. Я отлично знаю, что если вы скажете или сделаете что-нибудь обидное, то совсем не желание это сделать нарочно, а просто потому, что вам решительно все равно как примут что вы сделаете. Будемте жить мирно. Но неупреки Лики, не потери Левитана, друга десятилетней давности, похоже, Чехова не тронули. В это время Свободин вел Чехова в круг либералов русской мысли и примиримых врагов сугоринского нового времени. Еще Антон писал рассказ Палата номер 6, который заметно истощил запас творческой энергии Чехова. Вместо его действия Палата умалишенных в захолустной больнице представляется мрачной аллегорией всего человечества. Любовной истории здесь нет и в помине. По сюжету рассказ приближается к античной трагедии с присущей ей жестокой пертурбацией человеческих судей. как и в дуэли здесь снова сталкивается активная и пассивная жизненная позиция. Однако в этот раз активным героем становится не ученый а душевно больной Громов попавший в желтый дом за то что объявил о грядушем торжестве правды и справедливости. Его оппонент доктор Рагин вступает с ним дискуссию и высказывается в пользу оправдания зла в духе Марка Аврелия и Шопенгауэр. Проводя время в компании умалишенного Рагин начинает вызывать подозрения у начальства. Его также заключают в больничную палату в которой избитый больничным сторожем он умирает от апоплектического удара. Декорация к рассказе Чехова послужила зарослика пива и серый больничный забор. Николай Лесков почувствовал в авторе руку гения воскликнул палата его это Русь. Закончив рассказ Антон почувствовал что выдохся. Книга о Сахалине продолжала лежать нетронутой. Антон искал спасение в медицине и физическом труде. Работа на земле давала Чехову лишь иллюзию здоровья. Время оставшееся после посадки деревьев копания прудов ловли в доме мышей Антон проводил в беспробудном сне. Трудился Антон с пяти часов утра до темноты. Однако едва ли когда-нибудь был более счастлив. пруду у него плавали рыбы чуть ли не со всех концов России. Он собственноручно посадил 50 владимирских вишен. Поэтому вишневый сад появляется сначала в жизни а потом на сцене. Мечтал построить в лесу хутор и завести там 2000 кур и пасеку. От приятных дум его отвлекал лишь мелкие происшествия там дурная погода смерть лошади единственная селезнь а также ежа любившего в амбаре ловившего в амбаре мышей. Лейкин сам начинающий землевладелец лал семена огурцов и бесчисленные советы. А Шехтерль прислал яйца из которых вылупились диковинные куры. И споры хвоща присылал использующие в народной медицине. Братья Антона дивились его превращению в помечки. Продолжение в следующем видео поддерживайте канал оставляйте комментарии. Меня зовут Андрей Колесников подписывайтесь на канал до новых встреч. субтитры